Доброе утро, друзья! Мы с вами в Ватикане и идем в Собор Святого Петра. Я вновь и вновь повторяю, что самое лучшее время для прогулок по Риму – это утро. И утром же советую прийти в Собор Святого Петра, пока нет толп туристов. Собор Святого Петра открывается в 7 утра. В это время в Соборе очень хорошее освещение, и вы подробно можете рассмотреть каждую капеллу, мозаики, скульптуры. Сложно сказать, сколько по времени у вас займет осмотр Собора Святого Петра, но уж точно не час. Если пройти по Собору со знанием дела, то у вас уйдет около двух с половиной часов, а может быть и больше, если вы подниметесь на купол Собора Святого Петра. Не теряйте драгоценного времени, не спите долго, а просыпайтесь пораньше и приходите в Собор Святого Петра. Собор поразит вас своей красотой. Вам захочется рассмотреть каждую капеллу. Собор Святого Петра стоит на том месте, где по преданию был похоронен апостол Петр, первый папа римский. Мало кто знает, что в Соборе нет ни одной картины. Из-за большой влажности картины пришлось перенести в Музей Ватикана, а здесь были сделаны копии картин. Только при хорошем освещении можно рассмотреть мозаики, которые украшают Собор. Именно поэтому я советую вам прийти сюда утром, чтобы в полной мере насладиться этой красотой. Ватиканская студия мозаики в наше время отвечает за сохранение и восстановление 10 тысяч квадратных метров мозаики, которая покрывает почти весь Собор. Все началось во второй половине XVI века. После постройки Собора возник кризис. Все картины, которые были написаны для Собора, авторами которых являлись Караваджо, Рафаэль, Пуссен, Гвидо Ренни, начали разрушаться от сырости. А вот мозаика была очень прочная и сохраняла свой цвет. Папа римский Григорий XIII и Урбан VIII решили воспроизвести все картины интерьера в мозаике. Для создания мозаичных копий картин и мозаики, которые сейчас украшают капеллы, требовались многочисленные оттенки, тонкие переходы света и тени. В Рим были приглашены самые лучшие мастера из Венеции, которые обучали учеников и готовили их к новому проекту. Во второй половине XVII века мастерская уже производила собственную смальту, из которой создавали мозаику. Потом смальта в Ватиканской мастерской стала конкурировать с венецианской. Постепенно началось выполнение точных копий в мозаике всех картин, которые были в Соборе Святого Петра, для того, чтобы оригиналы перенести в более сухие и безопасные места. Только представьте, в 1711 году в Соборе Святого Петра было всего шесть мозаичных картин. Сегодня же все алтари украшены мозаичными копиями, а картины находятся в музеях Ватикана. В мастерской мозаики есть картотека, в которой находится 26 тысяч оттенков смальты. Каждый оттенок находится в своей ячейке и пронумерован. В 1727 году Папа Бенедикт XIII официально учредил Ватиканскую мозаичную студию, которая сейчас превратилась в настоящий бизнес. В мастерской создают мозаики на религиозные темы, копии картин, пейзажи, ювелирные украшения для продажи публики. Заказы на такие картины и украшения приходят в мастерскую со всего мира. Мы подходим к алтарю Святого Льва Великого. Это единственный алтарь в соборе Святого Петра, состоящий из монументального мраморного горельефа. На нем изображено, как Папа отразил нападение Аттиллы и его войск на Рим. Аттилла поднимает руку, когда на небе появляются святые Петр и Павел. Аттиллу античные средневековые писатели называли Бич Божий. Это прозвище он получил, потому что грабил и разрушал. В 452 году под стенами Рима внезапно появился Аттилла со своим войском. Согласно легенде, Папа Лев обратился к Аттилле. «Приветствую тебя, Бич Божий!» Речь Льва настолько поразила Аттиллу, что он после разговора с Папой Львом отказался от идеи грабить Рим, развернул свое войско и больше никогда не возвращался в Италию. Аттилла сказал своим солдатам, что когда Папа Римский говорил с ним, он видел угрожающие фигуры Петра и Павла с обнаженными мечами над ним, что и заставило его отступить. Папе удалось остановить Аттиллу и спасти Рим от гибели. Вот это как раз и изображено на горельефе, который создал Альгарди. Работу Альгарди начал в 1645 году и закончил в 1653 году. За 8 лет был создан этот горельеф. В соборе Святого Петра это единственный горельеф, а в Риме есть церковь на площади Навона, церковь Святой Агнессы. Интерьер этой церкви украшен полностью горельефами. Не проходите мимо римских церквей, заходите в каждую открытую дверь. Субтитры создавал Альгарди. В этот алтарь Нового Собора Святого Петра были перенесены останки некоторых пап, которые были захоронены еще в Старой Константиновской базилике. Первый папа, похороненный в Константиновской базилике, был Святой Лев Великолепный, которого также называют Папа Лев Первый. Каждый погребальный памятник, который находится в соборе, это произведение искусства, которое рассказывает нам небольшую историю о жизни Папы. Усталый понтифик величественно восседает на троне и благословит всех. Папский трон окружен двумя ангелами. Один ангел держит песочные часы, знак быстротечности жизни. Другой ангел ведет запись, что достиг Папа в своем земном существовании. Ниже по бокам на отдельных основаниях находятся две женские фигуры, символизирующие божественную стойкость или силу духа и мудрость. Божественная стойкость или сила духа одета в львиную шкуру. Мудрость, увенчанная венком из дубовых листьев, она читает Библию, о чем свидетельствует латинское название на обложке. А у ее ног – сова, символ мудрости, бдительности и ночной молитвы. Папа Пий VII был папой, заключенным в тюрьму Наполеоном и сосланным во Францию. После коронации Наполеона противоречия между Наполеоном и папой постепенно нарастали. В 1809 году Наполеон ликвидировал церковное государство, а Рим и его окрестности присоединил к Франции. В ответ Пий VII отлучил Наполеона от церкви, на что император ответил «Отлучение папы не лишило меня ни одного католического солдата». И по приказу Наполеона папа был арестован и увезен во Францию. Несколько лет папа Пий VII был изолирован от мира. После поражения французов ему было разрешено вернуться в Рим, где его тепло встретили как героя и защитника веры. После падения в папских апартаментах Пий VII сломал шейку бедра и был прикован к постели. Через шесть недель умер 20 августа 1823 года на 81-м году жизни. Через два года после своего заклятого врага Наполеона. Папа был похоронен в соборе Святого Петра. Его верный секретарь, кардинал Консальви, заказал этот грандиозный памятник в память о папе. Кардиналом Консальви заранее было написано завещание, в котором говорилось «Если я умру раньше его святейшества, я желаю, чтобы мой доверенный наследник выплатил сумму за изготовление гробницы, исполнение которой будет поручено скульптору Конова, а в его отсутствие знаменитому Торвальдсену, а если и он не сможет выполнить одному из лучших скульпторов Рима». Из этого документа мы узнаем, что гробница была заказана на деньги кардинала Консальви. И сначала предполагалось отдать заказ скульптору Конова, но так как он умер в 1822 году, заказ выполнил Торвальдсен – датский скульптор, который почти всю жизнь прожил в Риме. Мне хочется остановиться на одной детали. Женская фигура, которая одета в львиную шкуру, мы ее понимаем как аллегорию силы духа, однако под ее левой ногой находится дубинка, что усложняет понимание смысла. Кардинала Консальви – щедрого дарителя памятника, имя – Эркули, что в переводе с итальянского означает «геркулес». А что, если это знаменитая дубина Геркулеса? Если это так, то женская фигура – омфала, которая в течение года держала Геракла в рабстве и носила его львиную шкуру. Смысл еще предстоит понять, но мне кажется, что это отсылка на исторический период и печальную историю, которую папа пережил с Наполеоном. А для тех, кто досмотрел мое видео до конца, в конце видео я добавляю небольшие видео-зарисовки, которые я снимала во время моих экскурсий по Риму. На этом, дорогие друзья, я прощаюсь с вами ненадолго. До новых видео или до встречи в Вечном Городе. И, конечно же, мне хочется пожелать вам всего самого лучшего – здоровья, мира, семейного счастья и исполнения желаний. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok